Меня зовут Наталья Тарасова. Здравствуйте. А сегодня у нас в гостях двукратный чемпион мира по аккордеону Александр Паилуев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы родились в Ростове. Вы играете на аккордеоне с шести лет. Вы были учеником знаменитого баяниста Вячеслава Семенова. Вы привозили в Ростов легендарного аккордеониста Арт Ван Дамма. Вы организовали в Ростове Кубок мира по аккордеону, и это было впервые в России вообще. Вы сейчас активно гастролируете, но при этом вы ростовчанин, вы возвращаетесь в Ростов. Здесь ваша семья. Все так? Да, вы столько сказали, что я даже не знаю, что добавить. Ну, будет что добавить. Сейчас вы тоже вернулись с очередных гастролей, и я на самом деле вам очень благодарна за то, что вы нашли время и пришли на наше интервью. Спасибо, что вы меня позвали. Я действительно люблю очень Ростов-на-Дону. Здесь живет моя семья, я родился здесь, и несмотря на то, что я в последнее время, может быть, здесь не так часто играю, я постоянно здесь бываю и с радостью возвращаюсь с любой гастролей. Вот наблюдая за вами, слушая вас, читая вашу биографию, чувствуется, что вы так же бежите по жизни, как ваши пальцы по клавиатуре вашего аккордеона. Вы знаете, это так интересно, на самом деле. Иногда бывает ощущение, что ты настолько устал, не спал, что-то еще такое, перелеты, переездные. Но это так здорово, это захватывает. Постоянно что-то новое, постоянно мысли опережают, несмотря на какой-то такой насыщенный график, есть какие-то мысли, что-то сделать, что-то снять, что-то записать, сочинить. И это здорово. Потом чуть-чуть буквально ты поспал, пришел в себя, и ты понимаешь, что хочу все дальше, хочется. Вот такие вот музыканты. Когда-то испытал драйв такой на сцене, и дальше все это не отпускает, дальше уже хочется этим жить. Но это здорово. Ну да. Откуда вы сейчас приехали? Сейчас я был, два дня назад играл в Волгограде, в Центральном концертном зале, и позавчера в Серпухове. А поедете? А поеду в Астрахани. В Астрахани большой конкурс там южно-российский. Меня пригласили в качестве члена жюри, и будет концерт в филармонии с их оркестром русских народных инструментов. Вас пригласили в качестве члена жюри. Насколько вам нравится такая работа? Ну, скажем, меньше, чем исполнителям, меньше, чем играть на сцене. То есть, конечно, это приходится делать иногда. Я это делаю честно, всегда стараюсь это делать честно. Но на сцене мне гораздо больше нравится. А что вам важно, когда вы оцениваете игру конкурсанта? На что вы обращаете внимание прежде всего? Что сыграет самую важную роль? Вы знаете, всегда есть дилемма такая. Это как спорт, с одной стороны, конкурс, потому что музыканты тоже спортсмены. Техника исполнения, чистота и так далее. Это одна сторона. И другая художественная часть, эмоции, чувства. Для меня, конечно, эмоции являются главными. То есть, вся эта техника, вся эта подготовка ради эмоций. Если мы будем просто спортсменами, все равно слушать нас так не будут. Ну, быстро сыграл, ну, четко, ну, еще быстрее, ну, и что дальше? А есть музыканты, которые даже берут иногда грязные ноты, но они настолько вот искренне и душевно играют, что они запоминаются, эти люди. И вот для меня это важно. Конечно, нужно смотреть, чтобы и техника исполнения, и все вот мастерство, как ремесло, такое слово есть, было на уровне. Но вот я оцениваю все равно. Александр, давайте вспомним 2002 год, Кубок мира по аккордеону. Вы еще совсем юный музыкант, молодой. Вы участвуете в этом серьезном глобальном соревновании, конкурсе. И получаете сразу два первых места в двух номинациях. Вы становитесь победителем. И, по-моему, не все прям так гладко шло, а вам удалось. Как вам кажется, что сыграло ваше мастерство, ваш талант, может быть, удача, может быть, еще какие-то обстоятельства? Вы знаете, вот я убедился так по жизни, что мечты сбываются. Мне очень хотелось этого. Я готовился больше полугода, и буквально полгода моей жизни с утра до вечера, и ночью были пропитаны подготовкой, стремлением. Мало того, что надо подготовиться, надо было вырасти. Профессор Семенов на тот момент увидел этот конкурс, говорит, давай участвовать. Потому что в этот момент поддерживали именно аккордеонистов, пиано-аккордеон, то есть клавишный аккордеон. На Западе называется и баян-аккордеон, это все аккордеон у них. Кнопочный и клавишный. Вот это да? Да. И первая премия за пиано-аккордеон категорию была такая. Турне в Австралию, Новую Зеландию и Соединенные Штаты. Поэтому это было очень интересно. И мы заявились в двух категориях. Было действительно очень сложно. Если кратко сказать, то там и я впервые в жизни ощутил, как перед сценой тебе пытались помешать, пытались настрой сбить еще. А как вам пытались помешать? Ну я не буду прям дословно все пересказывать, но были люди, которые приходили, вы знаете, вы должны сняться с этой категории, потому что вот почему-то вот он считал, а второй там, ну вот конкуренция вот эта вот такая. То есть это прям вот специально делалось? Да, это было специально. Во-первых, действительно и подготовка вот эта вот вся долгая, вот эта вот важность события для меня, это все играло роль. Я, конечно, волновался, я очень готовился. И потом я прихожу туда по-английски и говорил еще плохо. В комитет. Комитет организационный мне говорит, вы должны снять одно большое произведение, которое идет 12 минут. Я говорю, почему? По условиям не подходит два произведения Баха, надо снять. Ну, идите, вот скажите через пять минут, что вы можете сыграть. Мне пришлось взять аккордеон, за пять минут вспомнить, что я могу сыграть и заменить все это. Потом я должен был играть это через два дня. И сложность была еще в том, что за три дня я пять раз выходил на сцену. Когда это все заканчивалось, я слушал других ребят, которые играли, это все в Национальном музее Дании, в Копенгагене было. И я настолько был уставшим, что я сидел, и уже мне было все равно. Я уже хотел домой, мне уже даже дожидаться не хотелось. То есть вот усталость, какое-то опустошение было внутри, что мне уже даже не важно было, что там уже будет происходить. А потом я вот сидел вот так вот в концертном зале, слушаю, слушаю, и у меня ощущение, что тебя судьба или что-то несет вот само. Ты уже ничего не решаешь, вернее, ты и не решал, но от тебя уже ничего не зависит. Ты сделал все, что мог, постарался, и я вот так вот сидел, и понимаю, что что-то там где-то решается. Ну, хорошо, решилось. Потом я узнал, что две первых премии. Естественно, конечно, это большая радость, потому что этот конкурс очень много мне дал. Начали приглашать. Помимо того, что я поехал в Соединенные Штаты, было 10 концертов в Австралии, Новой Зеландии. Мне стали приглашать европейские страны, ассоциации аккордеонистов. То есть я вот именно после этого как-то у меня пошел такой вот кастрольный график. Приедешь куда-то, удачно если сыграл, дальше зовут. Но если неудачно, везде нужно играть удачно, готовиться на 100%. Но вас наверняка этот конкурс очень здорово закалил. Это точно, это абсолютно точно. И мало того, интересно было. Я забыл на тот момент, когда мы в Ростове проводили в 2016 году, приехало много людей с пяти континентов. И вот президент Международной конфедерации аккордеона, говоря слова, такие вот торжественные, вспомнил о том, что я к нему подходил в 2002 году. Он тогда вице-президентом был. И говорит, приходит ко мне какой-то парень русский и говорит, вот провести бы нам в России конкурс. Я говорю, ну, болтает, болтает, там, ладно. И потом он говорит мне о том, что мечты сбываются. 14 лет прошло, этот конкурс проводится в Ростове-на-Дону здесь, впервые в России. То есть вот еще вот такая вот большая связка 14 лет между 2002 годом и 2016 годом получилась. Вы ведь положили очень много сил для того, чтобы этот конкурс состоялся здесь. Ой, не то слово. Вся наша команда, Международный музыкальный центр гармонии, администрация города Ростова-на-Дону, все положили много сил на это. Это было действительно очень непросто. У меня еще в тот момент родился сын. Ему было тогда три месяца, когда Кубок мира был. То есть это все было действительно очень интересно, очень насыщенно. Ну, и когда на Театральной площади в День города было открытие конкурса, там было, наверное, уже 1100 человек к тому времени, я вот так вот на все это смотрел, и у меня ощущение, что действительно как-то вот мечты сбываются. И ты даже как полусне это все наблюдаешь. Ходят люди. У нас 150 волонтеров было. Даже ребята вот охраняли наших иностранных гостей на всякий случай. То есть такое большое событие было. Ваша мечта реализовалась тогда? Сейчас мечтаете о чем-нибудь? Да, постоянно, постоянно. Больше сейчас такие мечты, связанные с концертами, со своей музыкой, с проектами. У меня есть такой проект, и он еще не осуществился полностью, как я хочу, аккордеон-шоу. То есть аккордеон в самых разных направлениях, со звуковыми эффектами, с электроникой, со светом таким художественным. То есть все вот это вот сейчас вот зреет в наших головах моей, моей жены. Елизаветы, и мы трудимся, делаем, много пишемся в студии. В последнее время очень увлеклись съемкой клипов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вы помните, почему именно аккордеон стал вашим главным инструментом? Да, помню. Как это произошло? Ну, мой папа мечтал в детстве играть. Ему даже купили аккордеон. Почему-то он мечтал. Надо его спросить, почему. Может быть, слышал. Наверное, наверняка слышал. И он хотел, чтобы кто-то из нас, вот мой брат или я, тоже играли. Ну, вот как-то со мной получилось. Отвел меня в 6 лет в студию. Ну, и вот так мне пошло. Ну, и родители все эти годы поддерживали всегда абсолютно. Причем даже когда я уже взрослый, все эти аккордеон плюсы, это наша команда, это вот семейная семья туда всегда входила. Все эти опыты, вот вы сказали про Арт Ван Дамма, а это был опыт такой, когда я учился еще в Москве. Я учился в Гнесинской академии. Я знаю, что он приезжает в Москву, а я с ним познакомился в Штатах до этого, за год, по-моему. Ну, как познакомился? Ну, автограф взял, сфотографировались, а на одном фестивале играли. То есть я такой вот студент, попадаю на фестиваль, где играют такие звезды, как Арт Ван Дамм, легендарный аккордеонист. Естественно, я познакомился с ним с радостью, потому что я мечтал всегда. И на тот момент я был студентом, естественно, не знал, как это все делать, как концертная жизнь проходит, билеты и все прочее, внутренняя вот эта вот составляющая концертов. Пришел к своей учительнице Николаевне, мы стали думать с нашими друзьями, с семьей, и семья всегда поддерживала. Там надо минус выплатить, сначала семья, потом сами. Эти концерты многие в минус финансовые шли, просто это энтузиазм такой. Не знаю, зачем это, трудно объяснимо с точки зрения логики, потому что вот хочется тебе что-то сделать. Изначально мне очень хотелось, когда учился в Москве, в Ростове сделать аккордеонный баянный фестиваль. Я удивлялся, почему же здесь нет, почему такой город, столько музыкантов, баянистов, аккордеонистов, ансамблей, композиторов. Да, да. Это вот из городов таких вот крупных, второй или третий после Москвы и Питера, ну, те очень крупные сами по себе, туда многие приезжают. А здесь как-то у нас вот джаз и аккордеон баян испокон веков были. И мне хотелось это все создать, я видел что-то в Москве хорошее, классное, я думаю, надо привезти сюда, надо сделать. И поэтому вот эти все идеи, они как-то реализовывали здесь благодаря нашей команде. Ну, трудно объяснимо с точки зрения, зачем оно мне, вроде как не зачем вообще, но хотелось, чтобы это все слышали. Ну, вы дышите этими проектами, этой идеей. Ну, да. Вчера шла по Пушкинской и увидела двух уличных музыкантов, там постоянно бывают музыканты, но на этих прям обратила внимание, потому что накануне интервью с вами, а они аккордеонисты, играли, правда, очень здорово. Я так думаю, не просто уличные музыканты, а профессионалы, может быть, студенты консерватории. Ну, очень здорово играли, и от души люди останавливались, снимали на телефоны. Вам приходилось когда-нибудь играть на улице? Вы знаете, приходилось только на съемках. И когда мама моя говорит, я прохожу мимо уличных музыкантов, особенно играющих хорошо, и таких немало есть, я говорю, я всегда оставляю какие-то деньги, потому что... Ну, слава Богу, что мне не приходилось это делать из-за какой-то финансовой, так скажем, нужды. А вот съемок много таких. То есть я это как бы ощущал то же самое, снимая, допустим, никто не видит, что идет съемка там. Но именно вот зарабатывая деньги никогда, слава Богу, мне это не приходилось делать. Хотя кому-то действительно это нравится, и есть такие люди, кто может это делать. Вы знаете, вот я не так давно для себя такой термин, ну это не термин, ресторанный музыкант. Иногда это как бы вроде как употребляется, что в ресторане играет, ничего особенного. А нет, есть люди, которые вот могут в ресторане играть так, что это не просто какой-то классический концерт, когда все положили вилки и ложки, есть такие музыканты, требующие внимания. Вот он забрал на себя внимание, и хочется вот так. А есть музыканты, которые могут поддерживать настроение, и это тоже талант. Это не каждый довольно сможет, даже зрелый такой, скажем, профессиональный музыкант. Александр, а вы какой музыкант? Какая публика вам нужна? Вы знаете, мне очень комфортно играть, когда вот именно слушают. Я могу закрыть глаза, например, и чувствовать, слушает зал или нет. Мне нравится вот такое вот слово «магия», когда ты в таком состоянии находишься, и у тебя получается что-то такое делать. Это состояние не твое, не твоя заслуга, а, наверное, что-то оттуда. Если такое случается, то ты можешь собрать внимание какое-то, и начать играть очень тихо, например, когда все прислушиваются ни одного шороха, или наоборот, какие-то эмоции вот такие вот в зал как-то, так скажем, отправлять. И мне нравится вот это вот внимание. То есть я не могу играть фоном. Для меня всегда вот такое вот, это сложно. Иногда бывают, знаете, звонят, а вы не могли бы там где-то у нас вот там поиграть фоном? Я не могу. Даже там большие деньги будут платить, я не могу, и все. Мне потом, я себя плохо чувствую. То есть как-то... А что происходит с вами, что чувствуете вы, и что думаете вы в тот момент, когда произведение сыграно, когда закончилось произведение, заканчивается концерт, и вот-вот раздадутся аплодисменты? Ничего не думаю. Но вы ловите этот момент? Вы знаете, никогда стараюсь не думать о том, как публика отреагирует. Стараюсь не обращать на это внимание, потому что это сразу от музыки отвлекает. Или вы имеете в виду о чем? То пауза, которая... Ну да, вот последний аккорд прозвучал, и вот-вот сейчас начнутся аплодисменты. Там же есть какой-то, хорошо бы, да, чтобы была вот эта вот пауза. А все зависит от того, какая пьеса, какое произведение. Почему? Потому что бывает вот так. Я вспоминаю концерт в Словакии. Я играл Октябрь Чайковского, это известное сочинение из времен года. И вот играю, и у меня начинают вот эти образы, о которых мы вначале говорили. У меня там какие-то колокола звучат. Вот вообще, представляете, я ушел куда-то там. Я уже забыл, что зал, я там закрыл глаза. И вот эти лучшие состояния, моменты, которые ты запоминаешь. То есть ты уже не в зале, и это здорово. Ты куда-то там ушел, и слышу, заканчиваю, все тише и тише, играю, играю, слышу, не пойму. Кто-то сморкается, что ли, или что-то. Меня это вроде не отвлекает, но я думаю, какой-то звук несопоставимый с музыкой. Я заканчиваю играть, потом медленно вот так вот опускаю руки, и вот в полной тишине, долго-долго. Вот я продолжаю в этом образе жить. Это не специально. Вот медленно-медленно-медленно все это. Руки опускаю, и никто не хлопает. Я начинаю поднимать голову, вот так, и постепенно-медленно начинает хлопать. Я смотрю, сидит такой пожилой мужчина в первом ряду, а он вот так плачет. Он сидит, этот звук был от этого. То есть тут просто невозможно сразу хлопать после такой музыки. Мне очень нравится такое сочнение Алексея Архиповского «Золушка». Там тоже такое бывает, вот эта пауза, как вы говорите. А бывает наоборот, что-то очень яркое, ты вот там закончил, и тут же какие-то овации начинаются. Бывает так. Но это очень здорово, когда публика вот улавливает это течение и правильно реагирует, и правильно вступает со своими аплодисментами. Ну, надо сказать, не только от музыканта здесь многое зависит. Вот большие залы, сейчас много концертов в больших залах. Если звук не очень, ну что ты не делай, ничего у тебя не получится. Я говорю, звукорежиссёрам, ну 50% точно от них зависит, потому что ты хочешь вот так-то, вот так вот, чтобы это донеслось, это было хорошо в зале. И свет тоже, кстати, может быть, и для музыканта в меньшей степени, но всё же тоже играет на какой-то единый образ. И поэтому от многих зависит здесь. Понятно. Ну вот вы очень много ездите по стране, да, и что вы наблюдаете, что касается звукорежиссуры, звукорежиссёров, насколько их талант и мастерство действительно отвечают необходимым требованиям. Я могу так сказать, если сравнить, как это было раньше, даже лет пять назад, уровень гораздо выше. Во-первых, уровень аппаратуры во многих залах выше. То есть во многих залах появляется хорошая, качественная аппаратура. Многие приходят, ждут райдер твой, там какие-то пожелания, так скажем, и работают. Ну, редко когда-то бывает такое, ну что там, я ничего не буду делать. Ну, это изредка, такие моменты. Даже, казалось бы, приезжают в небольшой городок куда-нибудь, а там даже музыкальная школа просто. Раз аппаратурка есть какая-то, стараются. То есть как-то или мне везёт, не знаю. Или действительно уровень выше звукорежиссуры становится. Есть такой канал Страдивали, не знаю, слышали его. Знаете. У меня дочка просто ходит в музыкальную школу, и она любит смотреть. Юмор этот, да. Этот юмор как-то очень здорово заходит. А ведь действительно они здорово шутят. Этот канал создают, по-моему, выпускники московских музыкальных вузов. Да, да, да. И вот они показывают, что действительно профессиональные музыканты, они умеют шутить, у них это здорово получается. Они как-то там перекладывают, они устраивают какие-то безумные конкурсы, рассказывают, например, содержание оперы своим языком. Ну, в общем, забавляет это. Вообще, что касается фокусов каких-то безумных таких вот состязаний, мне кажется, что вы это уже давно практиковали, придумали. Расскажите немножко вот об этом, потому что я видела, вы играете, например, на аккордеоне, завесив шалью клавиатуру, при этом виртуозно справляетесь с задачей. И что-то еще вы такое придумывали? Ну да. Это идет от того, что вообще юмор нравится, анекдоты нравятся. И вот такие вещи как-то рождались тоже. То вот играли, закрыв клавиатуру. Потом мы придумали такой номер с Лизой, когда пять человек играют на одном аккордеоне. У нас тоже в интернете это есть. Это очень сложно оказалось. Особенно в левой руке, где вот у ребят пальцы. И моя рука здесь еще две руки, и надо все это и попадать, и друг другу не мешать. То есть вы сидите, играете, а вокруг вас ходит народ. Да, у нас этот номер записан. Это очень интересно было. Такой опыт. Но мы долго репетировали все это действие, так скажем. Потом они начали вокруг меня ходить, мы придумали. Они тоже играют, отпускают клавиши сюда. Потом этот проходит сюда. Нужно еще и не запутаться. Но это полезно и интересно было. Потом мы придумали такой номер, когда с девушкой аккордеон на спине. У меня, у нее. И мы танцуя друг на друге играли. Музыка. 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 Ну, надо сказать, как-то меня свела судьба с юмористами. И когда ты вот общаешься с ними, ты понимаешь, что открывается какое-то другое видение. Кто-то тебе что-то скажет. Знаешь, а вот так не работает, а лучше вот так сделать. Или вот так вот лучше. То есть не обязательно это должен быть профессионал, специалист в вашем деле. Это может быть специалист в другой области. И он вам дает хорошие советы. Вы знаете, мы дружили с Александром Пономаренко. Вот с Валерием дружим. К сожалению, у Александра недавно не стало. И он мне просто как-то на съемках сказал, ну, смотри, ну, все, что получается. Ну, выйди. Ну, просто в зал улыбку подари свою. И все. Он там даже шутил. Мне на съемки выходить, он шутит. Как-то девушка, ну, посмотрите на него. У него хорошая улыбка. Нет, я начинаю смеяться, забываю, что играть. Говорит, иди. Иду на съемки, просто все. Вот человек действительно поразительный. Был просто удивительный человек. И мне вообще юмор нравится. И когда вот ты пообщался немножко с такими людьми, конечно, это откладывает свой отпечаток позитивный. До гонрожского трамвая я не видел многое. И вот память мне живая на него взяла билет. И вот память мне живая на него взяла билет. Помню, ехал до конечной, был ночной вагон пустым. Жизнь тогда казалась вечной, путь веселым и простым. Жизнь тогда казалась вечной, путь веселым и простым. Та гонрожский трамвай мне двери открывай. И по милым местам прокатимся давай. Ты за сердцем моим только успевай. Та гонрожский трамвай душа не унывай. Александр, вы стали играть на аккордеоне, когда вам было 6 лет. А сейчас в этом возрасте ваш сын. Что вы думаете? Или может быть, что он уже думает о своем будущем? Будет ли оно связано с музыкой, с аккордеоном? Он у нас начинал немножко, поиграл на аккордеоне. Даже один клип мы записали. Он там играл немножко Кузнечика. Но сейчас он играет на фортепиано. Он учится в нашей знаменитой джазовой школе. У Рама Борисовича Рустамянца. У замечательного совершенно музыканта, педагога. Композитора, основателя школы. И ему нравится сейчас фортепиано. Мы ему говорили, может, ты хочешь на гитаре? Нет, я пианист уже. Вчера у них экзамен был, играет. И, по-моему, больше сейчас ему джаз нравится. Ну, посмотрим. Выступать очень любит. И музыка такое дело, где сложно сразу. Сразу не получается же так, чтобы ты выходил. А это же труд большой. То есть сколько надо часов, месяцев занятий, чтобы ты уже вышел на сцену. И когда уже такие овации, конечно, уже хочется. Вот искусство педагога довести ученика до этого состояния. Увидеть, что ему хочется, что у него получается, может получиться. И вот эти все труды как-то облечь в такую легкость, игру, красоту. Вот это вот, чтобы не потерять ощущение вот в музыке выйти на сцену. Александр, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, поучаствовали в этом интервью, в нашей программе. И за все, что вы рассказали, за все, что вы делаете. Спасибо вам. Спасибо вам за замечательное интервью. Героем программы «На звездной волне» сегодня был аккордеонист Александр Павилуев. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова